Итак, в общем-то, готовы мы начинать нашу вторую часть сегодняшнего мероприятия. Будет она посвящаться двум основным направлениям. Первое – это волнующее всех, конечно же, обоснование легальности действий нашей компании. Это достаточно большой и подробный юридический материал, который подготовили юристы. И второе – это техническая часть. Много интересных данных расскажет наш технический директор вам. Мы начнем, конечно, с юридических вопросов. Алексей, пожалуйста, приглашаю тебя. Данная тема у нас предназначалась, конечно, для наших юристов, которые должны были приехать сегодня на наше мероприятие, но, к сожалению, юристы московские и, видимо, есть у них работа еще, не смогли приехать, поэтому буду я за них. Вот, в принципе, тема понятна. Это объяснение легальности деятельности компании в онлайн и правомерности граждан Российской Федерации и другие государства участвуют в системе в онлайн и приглашают других людей для участия. Наиболее волнующей темой является вопрос правомерности и легальности. Как мы уже ранее неоднократно упоминали, один из основных принципов в работе в онлайн – это полное соблюдение гражданского, уголовного и налогового законодательства нашего государства и стран, на территории которых компания в онлайн осуществляет свою деятельность, честность и открытость компании перед своими партнерами и клиентами. Для абсолютной уверенности в правомерности нашей деятельности и действий наших партнеров-участников системы в онлайн, а также для четкой и однозначной формулировки, определяющей фактически деятельность нашей компании, мы в то время обратились за консультацией в две юридические компании в Санкт-Петербурге и в Москве. Это было еще на старте работы компании. Этот вопрос волновал нас изначально. И подробно изучив деятельность компании ООО «Голлайн», принадлежащей ей системе «Голлайн Интернешнл», а также интернет-ресурса «3w.golline.pro», юристы в области российского и зарубежных прав делали однозначно определяющий нашу деятельность вывод. Компания «Голлайн» является открытой компанией ведущей честный и прямой диалог со всеми участниками системы «Голлайн», с любыми иными физическими лицами и организациями, а также муниципальными и государственными органами. При этом компания готова публично отчитываться об осуществляемой деятельности и предоставлять любую информацию, не отнесенную законом и внутренними документами компании к сведениям, составляющим охраняемую тайну. Мы считаем необходимым довести до всех заинтересованных лиц свою позицию относительно правовых оснований о осуществляемой деятельности ООО «Голлайн», сформулированных в различных правопорядках. А также хотим представить краткий сравнительно правовой анализ нормативных актов, принятых и действующих в различных иностранных юридициях, регламентирующих вопросы функционирования организации, деятельность которых может быть внешне похожа на деятельность ту, которой занимается компания ООО «Голлайн». Принципы организации и функционирования системы «Голлайн Интернешнл». Первое. Принцип полного предварительного информирования желающих присоединиться к системе. А именно, на сайте, расположенном по адресу www.googline.pro, нами приводится полная исчерпывающая и правдивая информация обо всех аспектах функционирования системы «Голлайн Интернешнл». Данная информация в полном объеме доступна всем посетителям сайта, в том числе и тем, кто не является участником системы «Голлайн». Второе. Принцип открытости. Ничего из того, что представляет собой система «Голлайн», каким образом она функционирует, каково содержание взаимных прав и обязанностей системы и ее участников, нами не скрывается, а наоборот доводится до сведения любого желающего получить такие сведения. Третье. Принцип учета и контроля. Мы обеспечиваем строгий учет и контроль над исполнением обязательств системы «Голлайн» перед ее участниками, а именно, своевременное и точное исполнение всех требований и поручений, направляемых участниками системы в сторону «Голлайн», согласно общим правилам системы. Четвертое. Принцип безукоризненного выполнения формулы дарения и невозможности вмешательства в программные средства, обеспечивающие его реализацию. Мы создали эффективные программные средства, исключающие какие-либо вмешательства, в том числе и со стороны организаторов системы, в реализацию формулы, по которой осуществляется дарение денежных средств от одних участников другим. Пятое. Принцип добровольности присоединения к системе и осуществления дарения. Дарение денежных средств одним участником другим является абсолютно добровольным. Никакого принуждения или обмана, способных повлиять на добровольное решение подарить денежные средства, мы как организаторы системы не оказываем. Также участники добровольно оплачивают наши услуги по поддержанию системы в работоспособном состоянии. Оплата услугу «Голлайн» происходит на основании договора пользовательского соглашения, заключенного в полном соответствии с нормами действующего законодательства. Шестое. Принцип негарантированности получения какого-либо дохода. Мы не обещаем участникам того, что они получат какой-либо гарантированный доход от участия в систему, поскольку оказание финансовой помощи производится исключительно на добровольной основе. Существенные обязательные условия, осуществляемые нами деятельности. Первое. Подробное детальное информирование желающих стать участниками системы на сайте www.pro.org относительно всех обстоятельств и нюансов, связанных с присоединением и участием в системе. Второе. Получение подтверждения присоединяющимися вновь с участниками безусловного желания осуществить добровольное дарение установленных сумм, денег лицам из списка, указанных в пригласительном сертификате. Третье. Добровольность участия в системе, то есть отсутствие каких-либо санкций, штрафов и т.п. за неактивность, неучастие или выход из числа участников в систему. Четвертое. Подписание посредством оферты и акции оппользовательского соглашения, представляющего собой разновидность смешанного договора ориентирования и договора оказания услуг. Пятое. Четкий регламент отношений, возникающих между участниками системы и ООО «онлайн», осуществляемых в соответствии с заключенным пользовательским соглашением. ООО «онлайн» не выполняет функции кредитной организации, а также не осуществляет деятельность, отнесенную к законодательствам компетенции платежных систем. Это очень важно. После столь подробного выступления позвольте мне перейти к юридическому и сравнительному правовому анализу той деятельности, которую мы осуществляем, и осветить некоторое количество вопросов, связанных как непосредственно с деятельностью нашей организации, так и с тем, чем же мы отличаемся от так называемых финансовых пирамид и иных мошеннических схем, созданных как в России, так и за ее пределами. Помимо вышеуказанных вопросов, мы постараемся дать ответы, проведя предварительный сравнительно-правовой анализ на вопросы о том, какие же действия и схемы, созданные в области финансовой, торговой и инвестиционной деятельности, являются запрещенными в законодательствах США, Канады, Франции, Великобритании, Японии, Китая и России. В результате вышеуказанного анализа, как мы надеемся, вам станет понятным, в первую очередь, с юридической точки зрения, то, что деятельность, осуществляемая ООО «Голлайн», является абсолютно законной и допустимой, как с точки зрения российского, так и зарубежных правопорядков. Наша деятельность заключается в создании эффективных условий для обеспечения всем желающим людям, обладающим дееспособностью, вне зависимости от их гражданства и местожительства, осуществлять дарение денежных средств другим людям. В целях реализации нашей миссии и для разрешения вышеуказанных задач, нами был создан интернет-ресурс www.googlain.pro. Данный ресурс представляет собой программное средство, позволяющее осуществлять дарение средств одними участниками другим участникам. Компания GoPlanet не принимает денежные средства участников на своих счетах, не накапливает эти средства и не перераспределяет их. Все транзакции осуществляются непременно самими участниками и моментально поступают на счета в платежных системах других участников. Google Line, как организация, обслуживающая интернет-ресурс, www.googlain.pro.ru получает фиксированные вознаграждения от каждого участника как ежегодную оплату за поддержание интернет-ресурса в работоспособном состоянии и предоставлению участникам инструментов учета и контроля над финансовыми операциями согласно общим правилам системы. Взаимоотношения ООО «GoOnline» и участников системы четко регламентируются пользовательским соглашением. К данным соглашениям установлены взаимные права и обязанности ООО «GoOnline» и участников системы. Каждый присоединяющийся к системе участник подтверждает то, что он осознает правовые последствия своих действий и желает произвести дарение установленных денежных сумм в пользу известных указанных в сертификате ему лиц безвозмездно и безвозвратно. В соответствии с разъяснениями, содержащимися на сайте www.goonline.pro, каждый желающий присоединиться к системе извещается о том, что ООО «GoOnline» не гарантирует ему получение какого-либо дохода вообще, не обещает того, что кто-либо захочет подарить и подарит ему какие-либо денежные средства. Данная информация является составляющей частью пользовательского соглашения, заключаемого между участниками системы «GoOnline International» и ООО «GoOnline». Таким образом, деятельность ООО «GoOnline» не является деятельностью, осуществляемой на финансовом рынке, поскольку ООО «GoOnline» не привлекает денежные средства участников во вклады или на счета, не размещает денежные средства участников, какие бы то ни было активы и инвестиционные инструменты, то есть не выполняет функции финансового агента и вообще не получает свое распоряжение денежных средств участников системы. Б. «GoOnline» не является деятельностью в области сетевого маркетинга МЛМ, так как ООО «GoOnline» не продает с использованием сетевых схем какие-либо товары или услуги. В. Не является мошеннической, противозаконной деятельностью, поскольку ООО «GoOnline» не только не получает денежных средств за то, чего в действительности не делает или не может предоставить своим участникам, но и не дает каких-либо обещаний участникам системы относительно заранее установленного дохода, процента на денежные суммы по вкладам или иных благ, получение которых возможно в связи с участием в системе. Напротив, «GoOnline» полно всесторонне объясняет всем днем присоединяющимся участникам в доступной и популярной форме то, что именно представляет собой система финансовой взаимопомощи «GoOnline International», разъясняя, помимо прочего, все особенности, связанные с дарением денег одними участниками системы другим. ООО «GoOnline» осуществляет лишь функции поверенного участников системы, в обязанности которого входит осуществление учета и контроля за передачей сумм денежного дара от одних участников системы другим с использованием программных средств, разработанных компанией «GoOnline». ООО «GoOnline» фактически обеспечивает жизнедеятельность социальной сети, поддерживая интернет-ресурс, на котором она организовалась, составленная из участников системы «GoOnline International». Подробно рассмотрев и проанализировав особенности деятельности ООО «GoOnline», представляется возможность сделать следующее утверждение. ООО «GoOnline» осуществляет свою деятельность, осуществляет социально-ориентированную общественно-полезную деятельность, суть которой сводится к организации и поддержанию интернет-ресурса, позволяющего людям всей земли добровольно, объединиться и осуществлять самостоятельное дарение денежных средств друг другу. При этом данная самостоятельная деятельность людей, объединившихся в социальную группу, в социальную сеть в интернет-пространстве, не только экономически интересна каждому из участников этой группы, но социально существенно значима, так как позволяет, правда, при определенных обстоятельствах ее участникам не только дарить, но и получать суммы в виде дарения, денежные суммы в виде дарения, добровольно осуществляемого другими участниками этой социальной группы, образованной на базе ресурса «GoOnline». После анализа существа той деятельности, которую осуществляет его «GoOnline», возможно перейти к сравнительно правовому анализу нормативных положений, закрепленных в различных правопорядках и регламентирующих или запрещающих деятельность недобросовестных участников гражданского оборота внешне похожей с той, которую осуществляет «GoOnline». Прежде чем перейти к непосредственному анализу нормативных запретов на осуществление деятельности схожей с той, которую осуществляет «GoOnline», сформулированных законодательством США, Канады, Великобритании, Франции, Японии, Китая и России, позвольте несколько слов сказать о тех общих принципах, принятых во всех вышеизложенных правопорядках, которые применяются при оценке деятельности какой-либо компании в качестве недопустимой финансовой пирамиды. Практически во всех развитых странах, как на Западе, так и на Востоке, сложился единый подход к определению основных существенных признаков так называемых финансовых пирамид. Первое. Основным признаком, позволяющим отличить именно финансовую пирамиду от других, от иных незапрещенных законом видов деятельности, является заранее данным участником такой пирамиды обещание ее организатора как минимум окупить сделанные в пирамиду вложения, инвестиции при условии вовлечения в деятельность такой пирамиды все новых участников. При этом конкретная разновидность финансовой пирамиды значения не имеет. Еще одним четким признаком финансовой пирамиды является отсутствие у компаний дополнительного дохода, который как минимум может обеспечить обещанные проценты по вкладам или по вносам на сними участниками. Как видно из выше приведенного общего определения финансовой пирамиды, оно определение не может характеризовать деятельность, осуществляемую ООО «Онлайн» по следующим основаниям. ООО «Онлайн» не дает вновь присоединяющимся участникам каких-либо обещаний гарантированного получения дохода от участия в системе. ООО «Онлайн» не принимает оплату от участников за право приглашать новых участников. ООО «Онлайн» предостерегает ноль присоединяющихся участников от каких-либо визуальных надежд на обогащение. ООО «ООО «Онлайн» не является бенефициаром денежных средств, наносимых участниками. ООО «ООО «ОНлайн» не принимает денежные средства участников на свои счета, не накапливает и не перераспределяет их. Все транзакции осуществляются непосредственно самими участниками между друг другом. Участники системы «ОООНлайн Интернетщинство» самоорганизуются и объединяются в интернет-сообщества самостоятельно, добровольно и в силу личного желания каждого участника материально поддержать имних участников системы, а также получать помощь от них. Давайте теперь постараемся определить основные виды финансовых пирамид, деятельность которых запрещена в исследованных нами правопорядках. Возможно, вычленить три основные разновидности финансовых пирамид, запрещенных во всех без исключениях правовых системах, как на Западе, так и на Востоке. Во-первых, не допускается деятельность так называемого ненастоящего неправильного сетевого маркетинга. В отличие от допустимого закона сетевого маркетинга, то есть способа реальной продажи товара через создаваемую сеть распространителя, а именно дистрибьюторов, который в качестве цели имеет реальную реализацию товара и получение прибыли от ее реализации, именно от продажи товара, так называемый ненастоящий сетевой маркетинг нацелен на получение доходов от привлечения новых дистрибьюторов какого-либо товара или услуги, которые платят организаторам сети за право распространять товар или услугу. В этом случае доход организаторов системы финансовой пирамиды складывается за счет так называемых вступительных взносов новых дистрибьюторов. Причем вступительные взносы могут представлять собой как плату за присвоение статуса дистрибьютора, плату за право продавать товары или услугу, так и оплату определенного количества товара, зачастую неликвидного и оплачиваемого по завышенным ценам. Помимо вышеуказанных особенностей, ненастоящий сетевой маркетинг может характеризоваться запретом на возврат нереализованного дистрибьюторами товара. 1. Право или даже в некоторых случаях обязанностью дистрибьюторов привлекать к участию в схеме новых дистрибьюторов и сопутствующим ему право получить определенный процент от вступительного взноса, сделанного вновь приобретенными дистрибьюторами. 2. Категорически запрещена, причем на уровне уголовно-правовых запретов, мошенническая деятельность при создании финансовых пирамид с изначальным умыслом на хищение денег платчиков. В США это называется схема ОМСА. Схема ОМСА представляет собой разновидность классического мошенничества, являющегося ничем иным, как одной из разновидностей форм хищения чужой собственности и в частности денежных средств, выманиваемых у участников такой преступной схемы. Создавая вышеуказанную сетевую схему, организаторы изначально имеют умысел на противоправное присвоение денежных средств тех людей, которые доверились их лживым обещаниям получения высокого дохода от так называемых инвестиций или высокого процента на так называемые вклады. Очевидно, что при отсутствии какой-либо реальной инвестиционной, производственной или торговой деятельности, а в действительности неосуществляемой организаторами схемы ОМСА, организаторы схемы не в состоянии выплатить обманутым вкладчикам какой-либо доход, вообще не говоря уже о тех нереальных, не имеющих аналогов на рынке процентов или доходах. В-третьих, так называемая цепь передачи, бесконечная цепочка или снежный ком. Данная разновидность финансовой пирамиды отличается тем, что ее организаторы обещают участникам схемы вкладчикам высокий доход от привлечения к участию в схеме новых вкладчиков. То есть организаторы осуществляют строительство пирамидальной схемы, состоящей из людей, которые привлекают все новых и новых людей к участию в схеме, расширяя тем самым основание финансовой пирамиды. Обязательным условием вступления в число участников вкладчиков пирамиды является внесение ими денежных взносов определенного размера. При этом значительную часть от полученного взноса оставляют себе организаторы пирамиды, а другую часть они передают тому участнику, который привлек новичка. Способ существования пирамиды и получения дохода как организаторами, так и ранее привлеченными участниками состоит в постоянном и по возможности бесконечном влечении все новых и новых участников в деятельность пирамиды и получения от них вносов. Именно за счет распределения вносов, направляемых организатором пирамиды, вновь присоединяющимся участникам организаторы и ранее присоединившиеся участники пирамиды получают доход. Необходимо отметить, что так называемые бесконечные цепочки могут выстраиваться как способ организации ненастоящего сетевого маркетинга и представлять собой основу для схемы функции, а также являясь самостоятельным видом финансовой пирамиды, не заявляя о какой-либо торговой или инвестиционной деятельности. Просто предлагать людям, желающим разбогатеть строй путем вовлечения новых людей, осуществляющих денежный внос за право участия в пирамиде, бесконечную финансовую пирамиду со все расширяющимся основанием. При всем вышесказанном относительно цепи передач, бесконечной цепочки, снежного кома и так далее, необходимо четко понимать, что запрещенной с точки зрения закона бесконечной цепи является такая схема, в которой организаторы получают основную часть дохода от вновь привлекаемых участников. А самое важное, что это то, что организаторы заранее обещают участникам схемы пирамиды определенный размер дохода, а также безусловность его получения. Итак, рассмотрев три основных типа запрещенных финансовых пирамид, предлагаю перейти к сравнительно правовому анализу законодательства США, Канады, Великобритании, Франции, Японии, Китая и России, и регламентирующего, запрещающего деятельность финансовых пирамид. Соединенные Штаты Америки. Минеральный General Business Law. Глава 20, статья 23. Мошенничество с акциями, облигациями и другими инструментами. Запрещается любым юридическим, физическим лицам создавать схемы, сутью которых является привлечение участников на условиях внесения денег за право заниматься какой-либо торговой или производственной деятельностью, а также получение права на привлечение новых участников цепочки в целях получения от них доли прибыли от их инвестиций. Запрещается создавать пирамиду цепь участников, которые необходимо платить организаторам за право входа в систему и получение эффекта от участия в ней, при этом не оплачивая какой-либо освещённый, овеществлённый результат или вещь, полученную от участия в системе. Запрещено внесение платы организаторам системы за право вербовки новых участников в целях получения от них денег. Уголовный кодекс Калифорнии, раздел 327, устанавливается запрет на создание схемы бесконечной цепочкой. Бесконечной цепочкой считается схема, в рамках которой организаторы обещают потенциальным участникам заранее обещанную доходность от участия в инвестиции, а также именно организаторы являются основными. В штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Висконсин, Монтана, Алабама, Аляска, Вермонт запрещен ненастоящий сетевой маркетинг, то есть такой сетевой маркетинг, при котором происходит фактически продажа дистрибьютора, а не товара. В остальных штатах запрещенной является только схема функции, то есть общеуголовное мошенничество, используемые пирамидальные схемы. Уголовный кодекс США, раздел 18, преступление, уголовный процесс, глава сет 1, лотерея. Мошенничество с использованием почтовой интернета и иной рассылки, осуществляемой с целью сбора денег без установленных законом оснований, и вызывает на конец решения цифрова до 2 лет. Параграф 1341. Мошенничество и аферы. Любой, кто придумал схему, использующий мошеннические способы для получения денег, и ему, что путем ложных сведений, обещаний, претензий и так далее, подлежит, доказания и лишения свободных, пробных 20 лет. Может быть, это кому-то, конечно, не интересно, но дело в том, что очень многие задавали нам вопросы по уголовному праву и налогному праву в этих как раз-таки юридициях Соединенных Штатов и Канады, потому что наш бизнес развивается именно туда, в первую очередь. Россия, Канада, США, Европа и так далее. Мы просто обязаны об этом сказать. Глава 63. Мошенничество с использованием почты. Схема мошенничества, реализуемая с использованием почты, радио, телевидение, интернет и так далее, наказывает решение свободных сроков 20 лет. Глава 646. Торговые практики и антимонопольного регулирования, принятые Федеральной торговой комиссией США, запрещает получение платы, привлечение инвестиций, за право привлекать других лиц для продажи товаров, услуг и получать от такого привлечения собственные доходы. Фактически эта норма запрещает ненастоящий сетевой маркетинг. Канада, закон о конкуренции, запрещается создание пирамиды продаж, то есть ненастоящего сетевого маркетинга, схема фонда. Великобритания, закон о базарных играх, запрещает привлечение денежных средств в случае, когда проигрыш, неполучение дохода запрограммирован заранее. Закон о защите прав потребителей от недобросовестной торговли, запрещает создание пирамид ненастоящего сетевого маркетинга. При этом ненастоящий стивой маркетинг охарактеризуется следующими особенностями. Обязательством вновь привлекаемого дистрибьютора платить определенным объемом товара, запретом на возврат приобретенного товара, получением дохода от привлечения следующего в цепочке дистрибьютора за право заниматься этой деятельностью, внесение платы организаторам за право привлекать следующего в цепочке дистрибьютора. Франция. Потребительский кодекс запрещается осуществлять продажи посредством организации так называемого снежного кома и подобных и нему схем, заключающихся в частности в обещании передавать товар дистрибьютору по необоснованно нереально низкой цене. Распространять среди дистрибьюторов билеты, ваучеры и другие номиналы, на которые якобы может быть приобретен товар или получен доход, обязывая при этом дистрибьюторов приобретать данные бумаги для приобретения прав дистрибьютора и вхождения в число участников сетевого маркетинга. Предъявлять требования по обязательному привлечению новых дистрибьюторов. При создании схемы сетевого маркетинга организаторам также запрещается создавать группу дистрибьюторов, требовать от дистрибьюторов в обязательном порядке внесения оплаты только за право стать членом сообщества. В Китае. В КНР установлен законодательный запрет на создание схем так называемого ненастоящего сетевого маркетинга, то есть схем предусматривающих продажи не товаров, а дистрибьюции. В Японии. В Японии запрещающей является деятельность по созданию так называемых бесконечных цепочек, правда только в сфере сетевого маркетинга или при создании общеуголовной мошеннической схемы, по типу схемы фонса. В России деятельность финансовых пирамид на сегодняшний день не урегулирована на законодательном уровне, то есть в России на данный момент отсутствуют вообще какие-либо законы, регламентирующие или запрещающие деятельность финансовых пирамид. Но такой законопроект в сегодняшний день готовится. В основу этого закона войдут те же самые признаки и определения, характеризующие деятельность финансовых пирамид, озвученных выше, во всех правопорядках. Запрещенным в России является только общеуголовное мошенничество ст. 159 Уголовного кодекса. При этом под понятие общеуголовного мошенничества в России попадает исключительно система конца, как один из способов совершения мошенничества, то есть присвоения чужого имущества посредством обмана. Проведенный нами анализ деятельности ООО онлайн, а также нормативных положений, содержащих в законодательных актах ведущих мировых держав, позволяет сделать однозначный вывод о том, что А. Деятельность компании ООО онлайн не попадает под критерии, которые используются в различных правопорядках для характеристики деятельности компании в качестве финансовой пирамиды Б. Ни один из исследованных нами нормативных актов не содержит запрета на осуществление той деятельности, которой занимается ООО онлайн и любой из ее участников А посему можем вас заверить, что какие-либо претензии и обвинения со стороны третьих лиц в отношении нелегитимной деятельности компании ООО онлайн, а также ее участников, можно смело называть кривитническими и безосновательными Это заключение двух юридических компаний, Петербурга и Москвы, которые характеризовали нашу деятельность А эти документы на сайте можно? Да, обязательно, да, я сейчас еще правильный вопрос В завершение скажу, что все эти документы будут немножечко еще подредактированы, приведены в городский вид И выложены обязательно на сайте в разделе, ну, раздел мы уже назовем беднические вопросы или еще раз, и да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Спасибо!